Ешьте натуральные продукты, ешьте мясо, зачем вам это химия, говорят о протеине. Видимо, человек пишет из 17 века про какое-то натуральное мясо, вы где-то видели натуральное мясо. Сейчас мясо на самом деле, оно, по-моему, настолько прошпигованное всем, чем можно. И биологическая ценность этого мяса сейчас настолько низкая, что просто, ну, я даже не знаю, с чем его сравнить. Во-первых, давайте поговорим о качестве вообще мяса, как источники белка. У нас на первом месте по качеству белка идут яичные белки, ну, яйца в целом возьмём. На втором месте у нас идут кисломолочные, молочные кисломолочные продукты. Затем уже идёт рыба с морепродуктами, так как она имеет уже клеточную оболочку. Аминокислотный состав хороший, но есть клеточная оболочка. Вот, то есть она уже сложнее переваривается. И на последнем месте из животных белков это мясо, да, которое умеет уже очень грубую клеточную оболочку. Особенно такие сорта, как говядина. Вот, и фактически мясо из всех животных белков является самым худшим источником белка. При всём при этом качество самого мяса сейчас очень низкое. Я не говорю о том, что мясо есть нельзя или оно вредно. Нет, но протеин, на мой взгляд, гораздо более качественный источник белка, чем современное мясо. Вы съедая кусок мяса, получаете из него там, условно говоря, 10% белка, а всё остальное балласт, шлак. Причём не тот шлак, который, допустим, в гречке, да. Гречку вы съели, там белок, углеводы и так далее. Ну и балластное вещество, условно говоря. Ну там оно в виде клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, чистит кишечник. Является пищей там для микрофлоры, бла-бла-бла, там куча всего остального прочего. Потому что в мясе вот это балластное вещество, оно совсем не такой биологически ценный продукт, как балластное вещество в каких-то там углеводных продуктах. Не хочется сейчас углубляться в эту тему, да. И здесь нет абсолютно никаких веганских штучек. Но давайте будем реалистами. Из всех животных белков мясо вот это на последнем месте. Особенно если вы едите его много. И здесь, да, если говорить о протеине, который, кстати, производится по тем же технологиям, что детское питание зачастую на тех же заводах, является, ну, ничуть не менее натуральным, на мой взгляд, чем современное мясо. Поэтому, на мой взгляд, полнейшая глупость говорит о том, что питайтесь натуральными продуктами, а протеин или спортивные добавки какие-то другие – это вред. На самом деле это не так. От них сегодня гораздо больше пользы, чем от каких-то мясных продуктов. И опять же, при попытке повысить количество белка в рационе, люди зачастую едят большое количество мяса и просто зашлаковывают этим объемом свой кишечник и понижают усвоение того белка, которое в этом мясе есть. Здесь, на самом деле, если сократить потребление так называемых натуральных продуктов и заменить их белковыми концентратами, вы, а, пищеварение свое разгрузите, б, получите действительно качественный белок с хорошим аминокислотным составом, который всасывается вообще моментально. Поэтому, на мой взгляд, сегодня корректней будет сказать – не ешьте вот эту химию, показывая на мясо, а ешьте вот этот вот белок, концентрат, пусть даже сделанный из говядины, например, какой-то говяжий протеин. И это будет лучше, по факту. Поэтому, ну, это мое мнение, я считаю, что я его обосновал. Ссылки на, ссылку на мою статью, где я полностью расписал, какие добавки я рекомендую, какой протеин я рекомендую, что лучше брать, что работает, что не работает и так далее. Все инструкции по заказу вы найдете прямо под этим роликом. Переходите, изучайте. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии по этому поводу. Все, ребят, всем добра. С вами был Александр Добромиль. Пока.